Здравствуйте! В эфире канала Заречный Вопросы есть. Программа, в которой на ваши вопросы отвечают специалисты предприятий и организаций города. В студии Елена Степкина. Я приветствую всех, кто хочет знать ответы. В этом выпуске. Как работает система Паркон? Какие изменения в этом году произойдут в организации единого государственного экзамена? На какие ухищрения идут телефонные мошенники, выманивая деньги у зареченцев? Ответы на эти и другие вопросы в ближайшие 10 минут. Оставайтесь с нами. За нарушение правил парковки штраф. Причем не обязательно административный протокол должен составить госавтоинспектор. Не так давно в Заречном появилась возможность автоматического контроля правил парковки и других нарушений правил дорожного движения. Система Паркон. Как она работает? На территории города работает система фото-видео фиксации Паркон. Работает она следующим образом, что инспектор, закрепленный непосредственно за данной техникой, проезжая по городу в места, где ограничена стоянка и остановка транспортных средств, снимает все происходящее непосредственно данный прибор. Данный прибор отфильтровывает все нарушения, в связи с чем приходят письма гражданам, которые совершили правонарушение в сфере правил остановки стоянки транспортных средств и уже привлекают их к административному штрафу в размере полутора тысячи рублей. Как правило, система Паркон применяется для контроля за соблюдением правил парковки. Скоростной режим в городе в основном контролируют сотрудники дорожной патрульной службы. Есть ли в Заречном устройстве автоматическая регистрация скоростного режима? В нарушении скоростного режима система, способная фиксировать скоростной режим, они устанавливаются непосредственно на автодороге, ведущей от улицы нейтральной города Пензы в направлении проспект Мира нашего города. Данная система выставляется подразделениями, подчиненными ГАИ Пенинской области и о всех тех днях, когда они устанавливаются, мы непосредственно с вами сможем проконтролировать на интернет-портале управления госавтоинспекцией, где они выставляют, по каким дням, месяцам и в каких местах установится данная система. Когда переставят пандус? Около дома 24 по улице строителей их несколько. Есть и металлическая конструкция, и бетонная. Жители пользуются и той, и другой. Вот только одна из них находится в центре лестницы и пока больше мешает, чем приносит пользы. Металлический пандус в центре лестницы. На строителей 24 такая конструкция появилась давно. Правда, здесь есть и бетонный пандус, но жителям было не всегда удобно. По их просьбе установили металлические направляющие, но почему-то расположили их в центре лестницы. Я шел тут, наступил на ступеньку, хотел перепрыгнуть. И так ударил все это. Ну для чего это впереди таких рельсов не оставить? Жители обращались в обслуживающую организацию и компанию «Мой дом» с просьбой перенести пандус в сторону. Но пока конструкция так и делит лестницу пополам. Второй, третий квартал по этим домам будет по 24. Все обязательно будет выполнено. Будет перенесен пандус, установлено ограждение, высажены цветники. Но это уже совместно с жителями. В обслуживающей организации заверили, что все обращения жителей на контроле. Не всегда получается выполнить все наказы сразу же. Но со временем сотрудники компании «Мой дом» обещают отреагировать на все просьбы жильцов. Многие зареченцы уже получали СМС от так называемых телефонных мошенников. Одним предлагали забрать приз, другим спасти родственника от административного или уголовного наказания, третьих просто просили пополнить счет. Такие схемы уже хорошо известны горожанам. Но появляются все новые способы телефонного мошенничества. Появился в определенной степени новый способ совершения мошеннических действий, когда на сотовый телефон гражданина приходит СМС-сообщение. Причем СМС-сообщение присылается от отправителя, который использует один из ведущих банков нашей страны для своей переписки со своими абонентами, для уведомления о списании тех или зачислении тех или иных денежных средств. Соответственно, с номера этого банковского учреждения приходит человеку сообщение о том, что операция списания денежных средств с его карточки в определенной сумме выполнена успешно. И предоставляется номер, по которому можно получить справку. Причем номер указывается номер сотого абонента, а не номер городского оператора. Соответственно, граждане, получив такое СМС-сообщение, у них возникают определенные вопросы. При каких обстоятельствах произошло списание, за что произошло списание? Они начинают звонить по указанному номеру, и на другом конце провода злоумышленники, объясняя тем, что произошел определенный сбой в банковской системе, что, возможно, блокировка вашей кредитной карточки, предлагают вам для разблокирования перечислить через банкомат на указанный им номер определенную сумму денежных средств, которая якобы впоследствии потом им вернется обратно. Через два месяца у 11-ти классников начнется горячая пора – выпускные экзамены. Как и в прошлом году, итоговую аттестацию школьники будут проходить в форме ЕГЭ. Сдают два обязательных предмета – русский язык и математику, и остальные по выбору. В этом году все экзамены будут проводиться на базе школы номер 226. Но это не единственное новшество. Какие еще будут изменения в организации и проведении экзамена? Ужесточаются требования к оборудованию пункта проведения ЕГЭ. Во-первых, установка металлодетекторов, вот этих рамок металлодетекторов на входе, что позволит избежать самой нашей большой беды – это не приносить выпускникам с собой сотовые телефоны. Так как в этом году в положении закреплено, даже наличие самого мобильного телефона повлечет за собой то, что аннулирует результаты. Ребенок просто будет удален с экзамена, и переэкзаменовка, пересдача экзамена только через год. Если это случится на обязательном экзамене, предмет русский язык или математика, ребенок останется без аттестата. Кроме этого, каждая аудитория пункта проведения экзамена будет оборудована видеонаблюдением. По две камеры, по крайней мере нам так сказали, минимум две камеры будут стоять в каждой аудитории. Для чего это нужно? В случае, если ребенок обратится с тем, что была нарушена процедура проведения экзамена, Рособранадзор изымает видеозапись с данного пункта данной аудитории и будет смотреть, так ли это или нет, подтвердятся факты или нет. Если подтвердятся факты, то у ребенка есть право пересдачи данного экзамена, то есть нарушены были его права, что-то мешало ему получить другой результат. Или же просьба будет не удовлетворена, вот эта апелляция по процедуре нарушения. Еще какое новшество? С 2014 года будет увеличено количество контрольно-измерительных материалов по часовым поясам. Это тоже для чего сделано? Помните скандалы прошлого года, когда наши дети шли на экзамен, а в интернете, в социальных сетях были уже выложены ответы. Для каждого часового пояса будут свои контрольно-измерительные материалы. И кроме того, внутри еще часового пояса будет идти разбивка тоже по вариантам. И в этом году уже не будет бумажных свидетельств с результатами ЕГЭ, как это было раньше. Теперь будет только федеральная база данных результатов. Мы всегда ждали, пока придут свидетельства. Такого не будет. То есть приезжают они в институт, приемная комиссия, открывают федеральную базу данных, находят по паспортам данным свои результаты члены комиссии. На сегодня все. В следующем выпуске мы продолжим отвечать на вопросы телезрителей. Задать интересующие вас можно по телефону 60 85 42. Мы ждем ваших звонков с 9 до 18 часов ежедневно, кроме выходных. Не смогли дозвониться? Оставляйте свое сообщение на сайте телерадиокомпании «Заречный» – trkz.ru. Или отправляйте на электронный адрес, указанный на экране. Звоните, пишите, будем вместе искать верное решение. Всего вам доброго. До встречи на канале «Заречный». Субтитры подогнал «Симон»!